Здравствуйте! Как в Самаре пройдет Всемирный день чистоты, где взять инвентарь и как будет организован вывоз собранного мусора, об этом мы поговорим сегодня. В нашей студии координатор акции «Сделаем» Мария Вострикова. Мария, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, как к вам вообще пришла идея стать организатором такой акции? Давно это произошло или вы организуете ее первый раз? Организатором на самом деле стала я в этом году. В прошлом году я была просто волонтером в данной акции. Мы убирали озеро Паршино, очень хорошо убрались, очень продуктивно, очень слаженно сработала команда, организаторы. И мне очень понравилось. В этом году мне предложили стать координатором акции. А сколько у вас было в прошлом году? Приблизительно, если по численности участников акции. А по численности людей, да, волонтеров. Волонтеров на одной акции, получается, которая на Паршино была, или по всей Самарской области. А в городе, вот в Самаре есть такая цифра? Нам ближе все-таки город. Да, у нас было 74 тысячи. Ну, это очень много для города собрать такое количество людей, желающих вот просто выйти, да, и убраться. А в этом году очень помогли школы, очень помогли администрации, то есть с людьми, очень помогли управляющие микрорайонами. Они тоже аккумулировали людей, очень помогли город нам с транспортом в том году, то есть в этом году тоже. На какое количество людей, участников рассчитываете приблизительно? Мы рассчитываем побить рекорд. Мы хотим уже 100 тысяч и более. На самом деле в этом году люди, уже попробовав и узнав, что это такое, люди уже приходят более вдохновленные на акцию. Некоторые люди уже ждут акцию. Тем более, что результат труда сразу виден. Он буквально, ты убрал, и ты увидел результат. Не надо ничего ждать, и ты проявил себя, сделал хорошее дело, и ты чувствуешь себя, по-моему, очень хорошо. Какие территории в этом году будут убираться, и как они вообще утверждаются, обозначаются? Ведь у нас можно очень много найти таких территорий, а именно которые будут убраны. Как это все происходит? На самом деле, то есть предварительно велась работа, предварительно смотрелись территории, которые хотели бы люди убрать. Некоторые территории мы просили администрации районные, чтобы нам сообщили, какие у них есть проблемные участки, чтобы мы могли на эти территории направить волонтеров. Потому что, я думаю, это было бы целесообразнее убирать мусор там, где он действительно является сильной проблемой. Конечно. Вот. В этом году у нас по Самаре семь адресов, где у нас будет проходить уборка. Ну, это какие-то водные объекты. И в прошлом году вы в озеро убирались об этом? В этом году тоже есть и водные объекты, и есть и неводные объекты, то есть... Ну, наверное, нужно перечислить, потому что если вдруг появятся желающие присоединиться, нужно сказать, куда им можно подойти. Ну, первая акция, которую буду проводить я, буду координировать, она у нас находится на проспекте Кирова, 321. Там у нас находится озеро и находится техникум промышленных технологий. Сбор к 12 часам. Прошу всех желающих, кто завтра захочет принять участие в акции, кто живет рядом, выходить. Инвентарь, горячее питание, музыка, все у нас будет организовано. Хорошее настроение берите с собой, берите детей, берите своих... Дети берите своих родителей. Выходите все на акцию. Я думаю, мы продуктивно поработаем и продуктивно потом отдохнем. Да, это вот уже радует, что не только работа, действительно, отдых. А еще какие... Дальше будет на девятой просеке общественный пляж. Сбор к 9.30 и пройдет уборка до 13.30. На парковке у пляжа будет сбор проходить. Организаторы национальный совет по корпоративному волонтерству. Акция будет очень масштабная. И как бы они отнеслись очень масштабно к мероприятию. У них будет разминка от сети фитнес-клубов. Айловы спорт. Далее полевая кухня у них будет. Игры. Ну вот это перетянет вот этот участок, наверное, у всех желающих, потому что так много организованных. И лекции о раздельном сборе твердобытовых отходов также будет. Я думаю, будет очень интересно. В уборке будут участвовать волонтеры компании «Филипп Морис Интернешнл», «Настле», «Почта Банк», «Волга Ньюз», «Экоконтроль» также будут участвовать. То есть целыми предприятиями, да, участвуют даже, выходят корпоративные. Ну и цель акции – объединить людей, объединить бизнес и объединить правительство Самарской области. То есть чтобы все вместе взялись и сделали. Да, и еще вот просто перечислите, если остальные участки просто... Сухая Самарка. У нас будет уборка вдоль дороги к лагерю Волгаренок. Так, сбор в 500 метрах от школы «Солнечная река» к 10 часам. Далее планируется озеро Первый Затон, Койбышевский район, 15 минут от торгового центра «Амбар» в сторону Самары к 10 часам. Организатор там будет, кстати, рекоператор «Экостройресурс». У них есть свое движение молодежное. Вот, и... Даже можно прийти, посмотреть, пообщаться и вступить в это же движение, если понравится все. Далее у нас будет в Тольятти акция проходить. Набережная 8-го квартала, координатор Дарья. Далее у нас будет проходить берег реки Волги в Ягодненском лесу. И район Федоровских лугов. Тоже там будет проходить уборка. Почему лично вам интересна такая экологическая тема, как вы к этому пришли? Потому что я так поняла, что глаза горят, и вам нравится все это именно. Да, конечно, безусловно, мне нравится это направление. Но самое главное, я поняла проблему не только нашего города и всех жителей нашей планеты в целом. В том, что если мы не будем разделять мусор, то мы скоро в нем погрязнем. А что вот, почему вы к такому выводу пришли? Что вас подтолкнуло? Что случилось такого, что вы обнаружили? Что вот вы в масштабе планеты задумались об этой проблеме? Ну, во-первых, это везде и в интернете. То есть это у нас не какой-то секрет, что у нас очень большая проблема. Мы выпускаем очень много продукции из пластика, из стекла, из пэд-пакетов, которые не перерабатываются, разлагаются очень долго. Но, к сожалению, мы люди сейчас только приходим к тому, чтобы эти вторсырье утилизировать правильно, чтобы можно было его перерабатывать и делать из него вторичное сырье. Как правило, люди выкидывают. То есть приезжаешь в лес обычно отдохнуть, да, ну, вот с семьей вы выбрались, мы на прогулку приехали. И что мы наблюдаем, как всегда? Мусор, то есть свалку. Хорошо, что если люди там в мешочек положили, оставили, либо закопали, это тоже уже хорошо считается. А в основном, то есть... Мусор, он сдувается и в озера, и вот если на берегу Волги, то в Волгу. Ну, это, конечно, ужасно. Всегда сердце буквально болит, когда все это видишь и думаешь. Но почему люди не понимают, что так делать нельзя? У вас есть ответ на этот вопрос? Вот почему люди так поступают и не понимают, что это катастрофа экологическая? Что это может привести вообще к катастрофе? Я считаю, что это многое идет от воспитания, от родителей, от экологического просвещения. Слава Богу, сейчас в школах начинается экологическое просвещение. Также детей с детства приучают, рассказывают, как нужно собирать твердобытовые отходы, что нужно делать с ними, то есть как можно их утилизировать. Сейчас у нас на всех пунктах, где мы выкидываем мусор, мусороприемных, стоят решетки. В решетке, то есть каждый человек может пойти сознательно и положить пэт-бутылку, то есть пластиковую бутылку. Это уже мы приучаем наше население к раздельному сбору мусора, извините. А какую-то пользу от этого можно? Даже прибыль от сбора мусора организовать? Вот что-то сделать в этом направлении? Какие-то есть инициативы? Потому что одно дело выбросить, да, и это тебя не мотивирует. Хочу выброшу сюда, хочу туда, а вот чтобы мотивировало детей, что нужно сделать? Мы разрабатывали концепцию. Я знаю, что в Кубышевском районе стояли приемники для твердобытовых отходов подсолнух. Они такие яркие, оранжевенькие, чтобы привлекали людей. В подсолнухе сидит волонтер, и он принимает твердобытовые отходы. То есть получается, это пэт-бутылка, макулатура и так далее. Это интересно. Мы учимся на опыте данной компании, которая создала и перерабатывает эти твердобытовые отходы. Но когда я в том году проводила опрос жителей в своем микрорайоне, мы решили с жителем, что будет интереснее, если бы мы поставили подобные киоски, сидели бы также волонтеры, но чтобы было, как раньше, в советское время, когда человек приносит и сдает макулатуру, да, ему давали талончик на книжку или еще на что-то. И сейчас вот это вот возобновить, как бы было бы очень интересно, чтобы также людям давался талончик, и люди готовы целыми домами приносить твердобытовые отходы для того, чтобы их можно было потом сдать, утилизировать и на эти деньги приобрести либо саженцы людям к дому, либо какие-то малые формы. Но вы уже попробовали, у вас есть такой опыт, или это только идеи пока мысли? Это пока у нас идеи, пока у нас есть такой киоск один в районе. А, ну вот все-таки. Вот, и мы сейчас, к сожалению, не в этом уже году, потому что уже зима, сейчас слякоти, это будет проблематично. Естественно, волонтеру будет холодно находиться в данном киоске, но в следующем году мы вот будем стартовать с этой акцией. Да, с весны можно начать. С этой акцией, да. Когда потеплеет. Ну, нужно сказать, что это акция не только нашего города и области, это акция федерального масштаба, Всемирный день чистоты она называется. Как-то вот вы согласуете проведение своего вот этого проекта? Да. Акции сделаем вот с этим Всемирным день чистоты? Да, конечно. Кто вас координирует, как всю связь этого страна? У нас получается, мы координируемся, есть главный координатор акции, то есть, на самом деле, акция зародилась в Эстонии в 2008 году, когда просто жители вышли на улицу и решили, ну, естественно, у них был человек, который все это придумал, который координировал, и жители решили, что у них город слишком грязный, собрались в один день и всем городом убрали свой, получается, кто-то район, кто-то свою улицу, то есть все-все-все убрали. И получилось, когда потом провели уже обследование, город был очищен на 75%. Вот это эффект, результат. От мусора, да. То есть у них за 5 часов, получается, собрали 10 тысяч тонн отходов по всему городу. Да, надо только стремиться к таким цифрам. Такие огромные цифры сбора мусора. Скажите, пожалуйста, проблем с тем, чтобы собранный мусор уже вывезти, не возникнет? Потому что иногда, вот смотришь, субботники проходят очень массовые, да, и потом убирают, убирают люди. Эти пакеты целлофановые стоят, стоят, но не везде, конечно, но где-то вот они залеживаются. А здесь как организм? Нет, у нас проблем с этим не возникнет. Мы договорились изначально с нашим мэром. Мы, естественно, написали письмо о том, что будет проводиться данная акция. Попросили посодействовать, помочь нам в проведении данной акции. И как бы нам откликнулись, у нас и партнеры будут вывозить, и Экостройресурс будет вывозить, то, что соберут люди. Администрации местные тоже будут вывозить. То есть везде у нас будет организован вывоз. Вывоз мусора. А районная администрация какое участие принимает? Вот мы про инвентарь говорили уже, какой он, кстати, будет и как его получать. Это районная администрация представляет? Да, районная администрация представляет инвентарь. Инвентарь будет у координатора акции. То есть когда человек приходит на акцию, ему будет выдаваться инвентарь, который как бы по мере того, что будет интереснее человеку делать. То есть это грабли, лопаты, метлы, перчатки, это мешки, пакеты для мусора. То есть это все-все-все предоставляет. Будет предоставлено. То есть с собой так особо ничего нести не нужно. Есть такой, так скажем, проблемный мусор. Те же лампочки, батарейки, там еще что-то. С этим как нужно бороться? Потому что люди привыкли в один общий пакет мусорный все сбрасывают, не думая о том, что это еще вред, еще больше, чем просто вот бытовой этот мусор. Да, естественно, безусловно. На всех точках будет осуществляться раздельный сбор твердых бытовых отходов. И в этом нам способствует компания «Эковоз» и компания «Наш город». Далее, сейчас я вам скажу. То есть будут батарейки, лампочки собираться отдельно, а потом как-то... Стоять, то есть машина, куда жители могут на каждую уборку принести. То есть могут градусники принести, могут лампочки принести, могут принести батарейки. И все это опустить в специальный контейнер. Потом это будет, естественно, утилизировано правильным образом. Угу, да. Вы сказали уже, что в проблемах вот замусоренности такой виноват такой воспитательный недостаточный аспект. А как, на ваш взгляд, нужно вот это все правильно организовать? И лично вы в своей жизни что делаете, чтобы вот действительно у людей, которые с вами как-то соприкасаются, не возникало такого, чтобы они бросали где-то мусор, мусорили, загрязняли? Ну, и это... И делаю замечания на улице людям. Не всегда как бы люди воспринимают замечания самокритично и хорошо. Иногда как бы люди неадекватно воспринимают замечания. Сама стараюсь не кидать мусор. То есть ту же конфетку скушала, положила в сумку. Домой пришла, выкинула. Да даже вот иногда билет вот из транспорта выходишь, общественно, даже вроде бы такая мелочь, и думаешь, что это уже огромное преступление, если где-то он у тебя случайно выпадет, и ты уже, кажется, на мусор. С собачками я хожу, гуляю. Вот у нас в районе несколько человек ходят, кто за своими питомцами, ходят с мешочками, да, и подбирают... То есть там, где вы живете, чисто, потому что вы всем делаете замечания. Стараемся. Да, ну это действительно очень хорошо. Какую волонтерскую организацию вы представляете лично? Вы сказали, что в том году вы были волонтером, сейчас уже организатор. Что это за организация? Расскажите о ней. Я состою в организации «Свежий ветер» также. Очень хорошая организация. В этом году мы уже много осуществили проектов с «Свежим ветром», тоже про издельную сбору твердобытовых отходов. Мы сделали очень много акций, где рассказывали людям о том, как можно применять повторно то сырье, которое хотели бы выкинуть люди. Мы давали мастер-классы по росписи той одежды, которую люди хотели бы выкинуть и привести в порядок. Например, надоела старая курточка джинсовая. Можно взять ее, расписать и сделать новую, и дать этим ей вторую жизнь. Либо можно кому-то отдать ее потом, расписанную, либо самому носить. То есть это тоже очень интересно. Да, вот это, смотрю, тема утилизации. То есть не просто уничтожить этот мусор, как-то его изжигают, ну не знаю, как уж его там утилизировать, а вот действительно дать вторую жизнь, еще немаловажный аспект, какую-то прибыль от него получить. Можно же, да? Конечно. Не обязательно же все уничтожать. А действительно, если это дерево, макулатура или что-то, почему бы не переработать? Ну, это очень интересные процессы. Я думаю, что пока этим занимаются небольшие компании переработкой, когда у нас уже будет завод, я думаю, что детям было бы очень интересно ходить и смотреть, как именно перерабатывается мусор. Вторая жизнь, как вот уже практически у ненужной вещи появляется вторая жизнь. Потому что я вот смотрела в Китае из пластика, у них есть музей, и в этом музее показано, что производят из пластика. То есть из пластика, там из полбутылки пластика произведен галстук. Там из двух бутылок произведена футболка. То есть это очень интересно на самом деле и очень увлекательно. Ну, мне кажется, бизнес в этом не заинтересован пока, потому что они не видят, что прибыль, да, вы получение прибыли, насколько вот она окупит их вот затраты, которые нужно же вкладывать вот в эту всю переработку. А как только это станет понятно, что это будет тоже приносить к какому-то предприятию прибыль, тогда вот это пойдет рост таких вот начинаний. Ну, естественно, да. То есть... Естественно, бизнес мотивируется прибылью. Это уже законы рынка, и с этим ничего не сделаешь. И если говорить о масштабах вот уже, об эффекте, результативности вот этой акции в этом году, что вы можете сказать? Каким будет результат? Каким результатом вы идете? А мы пока не можем сказать, каким будет результат, потому что мы должны, когда мы соберем все твердобытовые отходы, естественно, мы посмотрим, какой объем у нас этих твердобытовых отходов. Потом мы сделаем таблицу, то есть и уже потом мы сможем сказать о результате. Сейчас, конечно, то, что мы планируем убрать, мы взяли самые как бы проблемные участки, но я думаю, их, конечно, осталось еще очень много в городе. Но тем не менее, некоторые мы не успели взять участки, то есть мы их будем убирать потом, позже, не во Всемирный день чистоты, потому что я просто не смогла отказать волонтерам, например, промышленного района. У них там замечательное озеро. Просто мне, когда волонтеры показали, у них собрана вся история этого озера. Оно является историческим. А скажите, пожалуйста, какое озеро? Что это за озеро? Я не помню. Не помните, но когда начнете убирать, вспомните, увидите, вспомните. Потому что очень много информации в голове. Понятно. Но вообще очень радует, что появляется у людей инициатива, что с желанием люди идут, убирают и стремятся жить в чистоте, в каком-то хорошем климате, и не только физическом, моральном, чтобы все с другом общались, дружили. Это очень хорошо, потому что, как правило, у нас сталкиваемся в больших городах с тем, что люди даже не знают своих соседей. А когда происходят такие акции, либо происходят просто субботники во дворах, люди, они сплочаются. Они начинают взаимодействовать, они начинают общаться, они начинают разговаривать, и уже как-то по-другому начинают жить. У меня в районе дома, которые рядом, мы очень дружим, жители. И, конечно, это большая работа была и самих жителей, и администрации. Но мы добились того, что как-то у нас жители сплоченные. И на собрание сейчас, вот раньше у нас выходило, если 7 человек... Да, это проблема большая. То сейчас у нас на собрание выходит 30-40 человек. То есть все какие-то предложения вносят, все что-то пытаются сделать, как лучше сделать. То есть недавно вот я спрашивала наших жителей, мужчин, о помощи. Я говорю, ребята, давайте мы с вами сделаем, ну, детскую площадку поставим. Не ждать когда-то кто-то что-то. Они говорят, мы да, мы за. То есть раньше ребят не соберешь, чтобы они что-то делали. Сейчас же у нас такая тенденция идет, что все стараются, все берут лопаты в руки и еще что-то. Вот, например, субботник у нас был весной. Вышло очень много народу. У нас вышло и управляющие компании, которые были рядом, тоже вышли, помогали. То есть, ну, все. Да. А, кстати, чем вот этот Всемирный день чистоты и акция с делом отличаются от субботника? Приблизительно же это одно и то же или нет? Или все-таки есть различия от городского? Вот есть же у нас такое? Это более, акция с делом, более масштабная акция, проводимая не только по России. В этот день она будет проводиться во всех странах. А, понятно, понятно. То есть, и это очень интересно на самом деле, потому что в том году, когда мы потом списывались с людьми в Индии, еще где-то, было так интересно, они показывали, сколько они собрали... Наверное, горы, мусор. Да, разного мусора. И везде, оказывается, мусор разный. То есть, у нас в нашей полосе, у нас один, у них другой. Ну, как правило, это все пластик, полимеры. В основном. Ну, что ж, вот удивительно, сколько нового, интересного можно узнать и сделать, исходя вот из одной, казалось бы, простой акции, просто убрать мусор. И информации много, и эффект, какой хороший результат, и плюс еще, как я говорю, не только физически жить в чистоте, но и как-то совершенствоваться самим, свой климат вокруг, и не только климат планеты, но и такой моральный. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Большого количества участников и хороших результатов. Спасибо вам большое. Так что завтра приходите, присоединяйтесь. 21 сентября, это Всемирный день чистоты. И в Самаре, и в области проходит акция «Сделаем». И Мария Бострикова, руководитель, организатор, была сегодня вместе с нами. Всего хорошего. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова